В прошлом году, особенно зимой, в адрес этого банка в магнитке слышались одни проклятия. Люди, стоящие на морозе в длинных очередях у дверей его филиалов, никак не могли взять толк. Зачем вместо привычных окошечек в цеховых кассах нужно было придумывать эти счета, кредитные карточки и так далее? И действительно, зачем? Вопрос решился в пользу Промстройбанка только тогда, когда очереди, как на сеансах Кашпировского, сами собой рассосались. На сегодняшний день я считаю, что мы справились с этой проблемой очередей. На сегодняшний день осталось убедить людей в том, что банк работает с клиентами 8 часов, а не первый час после открытия. И второе, что у нас в любое время, будь то в 9 утра, когда кассы открылись, будь то перед закрытием, значит, наш клиент может и положить деньги, и снять необходимое количество денег, которые он заявил. В том случае, когда какая-то касса у нас начинает немножко больше работать на расход, у нас есть оперативная связь. У нас в работе 15 сберкасс на сегодняшний день в городе, которые могут обслужить 6 тысяч клиентов практически без напряжения. А сколько пользуются людей в сутки Вашими услугами? Ну, если сядь, допустим, последнюю декаду, мая месяца, или, допустим, последнюю декаду апреля месяца, то в среднем, значит, у нас через кассы проходит от полутора до двух с половиной тысяч клиентов. Недогруз, да? Да, конечно, в какой-то степени недогруз, то есть, я говорю, что очереди, которые собираются к открытию, они практически в течение часа исчезают. Система новых отношений, которую ненавязчиво предлагают нам банковские служащие, предполагает, что мы, закусив губу, терпеливо станем учиться и к новым терминам, и манипуляциям с банкоматами, депозитариями и так далее. Но это легко сделать молодым, из которых так и сыплются слова «дисплей», «принтер», «винчестер», каково же пенсионерам, да еще тем, кто по 40 лет с лопатой в руках оттрубил на литейных дворах. И, кстати, сколько терпения и так-то требуется от банковских служащих при общении с ветеранами труда. Мы невольно стали свидетелями одного из таких контактов, когда решили поговорить с людьми, пришедшими получить проценты по акциям ММК. Не знаю, какая будет сумма. А проценты по акциям? Не знаю, не знаю. А вы знаете? Нет, конечно. Нет, не знаю. Стоим спросить. Тоже, тоже не в курсе. Ну, говорят, что 1300 процентов, больше два раза, чем в прошлом году. Не знаю, не знаю, не в курсе. Вот сейчас вот знаем все. Ну, у вас все в книжечку, все записи ваши перенесены, строчечку вам отметили. Дивиденды за 94-й год вам перечислены. Что вы хотите? Я ничего не хочу. Ни-ниче, где она? Ни-ниче. Я не буду получать в отмече приказ, но дивендет платит пенсионерам. Ну, пенсионерам вот вам начисли за 94-й год. А это все, проценты это писали мне. Говорят, тебе дивендет нет еще, сказала она. Ну, вот же отмечена строчечка. Ладно, я пойду еще за... Ну, сказали вы, сколько ей получать. Получила она их или не получила. Ну, это первый раз. Это я первый раз получила. Она проценты, говорит, это писала. Ну, проценты это проценты. А вот что тебе там написали-то? Получила их? Нет. Ну, на книжку положила. Ну, а какая нужда вас сюда привела? Ложила я деньги Горенкову. Они там закрываются. Лопнул, да? Ну, я не знаю. Закрываются. Хорошо они относились. Однажды, один раз уплатили. И я эти деньги все, и проценты свои положила снова. Но мне понадобились сейчас срочные деньги для уплаты в институт за учебник. А промстройбанк при чем здесь? А они сюда всех, не только меня. Перечислили деньги? А они сказали, что перечислить сюда. Хорошо, что сделали. Хорошо. Пришел сюда без всего, без лаку, без маку, все сделал и пошел. А то ходи туда, ищи. Ну, вот нам еще хорошо было, если нам деньги старые вернули. Через 4 дня, 26 мая, все ветераны ММК должны получить проценты по привилегированным акциям. Это где-то по 400-500 тысяч на брата. Деньги они получают в филиалах банка, которых 18 в городе. Но насколько мог бы разгрузить работу филиалов парк этих новеньких машин, название им банкоматы. Людей, приверженных к азартным карточным играм, просим не путать их с банкометами. В вашем случае это лица, как правило, одушевленные, а чаще его одушевленные. А банкомат это просто машина. Я являюсь вкладчиком банка. Я вас не спрашиваю о том, сколько у вас денег здесь. Я просто спрашиваю о том, удобно ли вам с этим банкоматом работать. Очень удобно. В любое время пришел и снял, сколько тебе там положено в этом банке. Если мы сейчас снимем на экране операцию с этим банкоматом, мы не заснимем сумму там вклада и прочее? Нет, сумму не заснимите, а просто видно будет процесс работы. Да, смело работаем, да? Да, смело работаем. Подемонстрируем. Мы ваш код перешипровали, Наталья Михайлович? Да, ну что, теперь придется менять код. Это сложно? Да, ну есть сложности небольшие. За счет Челябинской терроркомпании, ладно? Да, хорошо, ладно. И это все, да? Да, это все сейчас получение. Так, а если положить, то же денежку надо сюда вкладывать, нет? Нет, сюда автомат не принимают, это сдавать надо в сберкассу, промстройбанка. Вам нравится? Очень нравится, очень хорошая вещь. А почему не пользуетесь? Так нету бланка-то у меня. Карточки нет, да? Да, карточки-то у меня нет. А где взять можно карточку? Ну это прийти надо в Гибромес на второй этаж, там на втором этаже вас зарегистрировать, это вы сдадите крышку, получите. И платить надо? Нет, платить не надо. Еще вам будут платить, что вы пользуетесь? Да, хорошо, я обязательно приобрету. Ну что ж, пожалуй, мы обречены на общение с промстройбанком России. И только потому, что солидность и серьезность его намерений просто завораживает. А это уже немало для людей, живущих более полувека в мире социальных иллюзий. На сегодняшний день в работе 4 банкомата у нас в городе. Производительность каждого банкомата около 600 клиентов в сутки. То есть это в 2,5-3 раза выше, чем работа оператора, который работает в сберкассе у нас, в наших сберкассах. Таким образом, если еще подключить эти 4 банкомата, это на 600, это 2,4, то есть и мы заказали еще 5 банкоматов в Германии, и они к нам в течение трех месяцев поступят. Таким образом... Тогда можно будет марки получать, да, западогерманские? Нет, почему? Мы рублевые банкоматы ставим. Планы нашего банка, они практически сегодня сосредоточены на самом главном. Это на реализации нашей карточной программы. То есть это обеспечение всех жителей города магнитными дебетными картами, чтобы они имели возможность обслуживаться как в наших сберкассах, так и в банкоматах. Второе, мы на сегодняшний день уже практически провели испытания, и в ближайшее время начнем устанавливать специальные аппараты для того, чтобы человек, который имеет карточку, мог обслуживаться в магазинах. Значит, практически все крупные магазины города подтвердили желание работать с нами по карточке, то есть по безналичным расчетам. Следующий этап, значит, после того, как мы с дебетной карточкой разберемся, отработаем всю технологию, после этого в наших планах работа с кредитной карточкой. То есть клиенты, которые целиком работают через банк, переводят всю свою зарплату через банк, банк может отследить оборот по их счету, то такие клиенты, значит, в ближайшем будущем будут иметь также и кредит банка под оборот своих денег. Доля магнитогорского филиала Промстройбанка в городе 48% по денежному обороту. Если говорить, допустим, по области, то мы на сегодняшний день вышли на третье место по оборотам в области. Значит, после Челымбанка, который имеет 32 филиала в области, после Комзимбанка, который имеет филиалы в каждой деревне, значит, мы вышли на третье место, это мы, это два филиала Промстройбанка, один, который магнитогорский, второй, который достаточно успешно работает в Челябинске. Наша задача дальнейшее наращивание наших мощностей, наших способностей.